Девушки отдыхают 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 проект, который будет включать в себя информирование, просвещение, консультирование, обучение, все, что касается инклюзии, не только в рамках, а инклюзия, как давайте приведем ребенка в школу, например, да, а инклюзии, как включенности любого, как ребенка, так и взрослого человека в социум на равных, на тех возможных равных, которые можно создать. Вообще инклюзия, на самом деле, это вот замыкается на образование. Обычно сейчас в последнее время инклюзия связывают только с образованием. Но на самом деле это понятие, наверное, шире, да? Да, конечно, вообще есть очень много мифов существующих об инклюзии. Один из них, что нужно привести ребенка в школу. На самом деле это не так, потому что инклюзия гораздо шире. Вы ведете своего ребенка особого в песочницу, там он играет с другими детьми, и вы понимаете, что это уже инклюзия, если все правильно сделано, если никто не бросил песком, там, не знаю, не ткнул пальцем, если вы вообще приняли решение его туда отвезти. Инклюзия – это когда подросток на курсах по… То есть это не образование, это дополнительное образование, он моделирует самолет, потому что он не может видеть, не может стать пилотом, но делать модели на ощупь он может. Это тоже инклюзия. А вообще это полное определение… С полным определением вообще-то тоже все сложно. На самом деле, когда мы подумали о том, что да, можно с уверенностью сказать, что в коме-регионе нет инклюзии, надо было с чего-то начинать. Бежать сразу в школу, обучать каким-то практикам, это все очень преждевременно. И первое, что пришло в голову, давайте сделаем баннер, который вообще будет представлять собой определение инклюзия-это. И вдруг выяснилось, что даже определений инклюзии в интернете много. То есть это еще в голове пока не утряслось. Ну, по крайней мере, на уровне там ни Москвы не утряслось. Татьяна, вот вы были в школах, проводили уроки доброты. Насколько вот изменилось за последнее время понимание у детей, что есть такие же дети, просто да, у них есть какие-то особенности в развитии, может быть, какие-то заболевания, но это же такие же дети. Есть такое понимание вот у нынешнего подрастающего поколения? Да, есть такое понимание. Мы проводили уроки доброты в 26-й школе. Поначалу, когда, еще в 90-х годах, когда спрашивали, кто такие люди с инвалидностью, все говорили, попрошайки, немощные там, еще какие-нибудь отрицательные черты. Сейчас, когда детей спрашиваешь, кто такие люди с инвалидностью, они говорят, что это люди в первую очередь, это люди, но у них есть какие-то отклонения либо в здоровье, либо в физическом, либо там внутренние какие-то болезни. То есть у них нет такого, как бы так сказать, отношения, отрицания, что они сразу вот инвалид и сразу бежать. Нет, такого сейчас нету абсолютно. Дети сейчас положительно относятся, то есть их даже если спрашивают, если вы видите человека с инвалидностью, вы ему как-то помогаете? Вообще, в первую очередь, они говорят, нужно спросить, нужна ли ему помощь. То есть не сразу наряжен, если человек там едет на инвалидной коляске, может, он просто остановился подышать там свежим воздухом. Нужно его спросить, вам помочь ли? Если он отвечает нет, то можно идти спокойно дальше как бы. То есть градус понимания в этом плане повысился, да? Да, да, да. А что касается родителей, Ольга, что можете сказать про родителей? Про родителей, вот смотрите, не так давно у нас в Сыктывкаре, ну по крайней мере в Сыктывкаре появилась небольшая группа очень активных родителей, которые не просто сказали, да, мы дадим образование своим детям, да, мы будем всеми возможными способами их социализировать. Но и пошли дальше. Они пошли сами обучаться чему-то, они начали открывать, как-то реализовывать свою общественную деятельность. И в принципе это сообщество, оно крепнет. Но сказать, что вот там все родители, республики настроены на инклюзию, нет. И как раз не хватает вот этого самого первого пласта, самого первого этапа, этапа просвещения, обучения. Вот когда он пройдет, тогда можно будет о чем-то говорить. Ну вот о родителе деток с особенностями развития, насколько, может быть, хотелось бы, чтобы у них, Татьяна, были больше, они активность проявляли. Потому что, наверное, может быть, неправильно говорить, что в первую очередь это должно от них исходить, да, то есть здесь позиция должна со стороны государства какая-то быть. Но все-таки, может быть, и они должны подать какой-то такой солидный сигнал, что вот нам, дети, мы хотим учить детей. Когда в семье появляется особый ребенок, в первую очередь, мне главное, кажется, чтобы родители не замыкались и не закрывали этого ребенка, то есть не сидеть с ним в запертях, как раньше это было, да, чтобы никто ребенка не обижал, не оскорблял. Нужно в первую очередь говорить о своей проблеме, что у нас, да, появился такой ребенок, да, этот ребенок хочет ходить в садик, также посещать школу, получать образование и работать на начальном этапе. Что касается родителей? Ну, что касается родителей, опять же, вот почему был создан университет инклюзии? Потому что здесь работает такая, знаете, триединая система государства, своего политической воли, которая сказала, да, мы будем внедрять инклюзию, там, не знаю, финансировать, что-то еще организовывать и так далее. Это педагоги, которые должны понимать, что они знают, что делать с ребенком, который залез под парту, потому что ему страшно. Они знают и не боятся это делать, да. И родители, которые знают, что дать ребенку образование это хорошо и можно, и это его не травмирует. Вот, поэтому тут проект вот этот вот университет инклюзии, он и появился для того, чтобы стать объединяющей площадкой, потому что, например, к нам на семинары, вот мы сейчас начали проводить, приходят как раз ровно все. Управленцы, педагоги, родители. Это всем интересно, но важно структурировать весь этот процесс. А насколько вот популярны семинары? Я знаю, что уже один, да, прошло или два? Да, у нас уже прошло два семинара, и они популярны настолько, что вот мы за день, за два уже заканчивали регистрацию, и потом нам звонили и просили, ну хоть как-то, ну хоть на подоконнике, ну пустите нас хоть где-нибудь еще посидеть, потому что московские эксперты, они, во-первых, может быть, не приезжают, а может быть, приезжают редко, а во-вторых, это действительно актуально. Мы даже на самом деле в полной степени не осознавали, насколько это важно сейчас. А как нашлись московские эксперты, и как они откликнулись на призыв приехать? Ага, а вот смотрите, все это делается в партнерстве с КРОВАИ, Республиканской Организацией Инвалидов. А она, в свою очередь, очень тесно, уже несколько десятков лет, ну там около 30, что ли, лет, сотрудничает с РОУ и Перспективой. Это город Москва. И, ну, в общем, Москва может обеспечить нас экспертами, которые, вопреки, там, собственно, может быть, каким-то планам или чему-то еще, они приезжают сюда и образовывают, потому что это тоже их долг, это их миссия. Это здорово. Есть у нас телефонный звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем, говорите. Ну, у меня как бы не вопросик, у меня как бы пожелание к взрослым. Я очень часто сталкиваю... Я инвалид по зрению первой группы, слабовидящая. И очень часто мне приходится сталкиваться... Вот в магазин пошла. Взрослые, например, с ребенком. Ну, чуть-чуть я задену, правда, не заметила. Сразу при ребенке, слепая, что ли, там, или не видишь, что ли, видите? Надо начинать с себя все-таки, взрослым начинать с себя. Дети это все видят. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Ну, действительно, все-таки от взрослых должен быть главный импульс. Вот вы говорили, что показывали на одном из уроков доброты короткометражный мультик, да? Расскажите вот о его содержании, как дети реагировали на него. Ну, там рассказывала... Мы показывали короткометражный фильм про ребенка с синдромом Дауна. Там рассказывали, что у этого ребенка была мечта построить самолет. Но так как, сами понимаете, ребенок с синдромом Дауна не всегда может обучаться. Ну, это, по крайней мере, раньше так было. И вот они вместе с папой со своим собирали картонные коробки, они собрали самолет. Или космический корабль они собрали. И вот детки ему говорят, а почему... Они посмотрели этот фильм, и они сказали, а мы не заметили, что этот ребенок какой-то особенный. Какие у него есть отклонения, что он не может не посещать ни школу, ни тот детский сад. То есть они этого даже и не видят. Может быть, просто у детей еще гибкий ум, не зашоренный всякими предрассудками, мифами действительно. Ну, вообще-то да, на самом деле так и есть. Ну, когда пока взрослый не скажет, что вот это вот там урод какой-то, ребенок никогда в жизни этого не поймет, потому что для него важнее друг, чем надая рука. Дети ведь всегда слышат, что говорят родители, ну, в первую очередь. А если говорить о системе образования, сейчас вот во многих школах, может быть, я ошибусь, во всех, может быть, есть, в большинстве, по крайней мере, видно, рядом со школой появились пандусы. Это тоже часть вот инклюзии, насколько пандус приближает ребенка к получению образования или этого недостаточно просто? Ну, смотрите, вообще начнем с того, что у нас псевдопандусы, потому что большинство пандусов, я все школы не обседывала, ну, в тех, у которых была так порода деятельности, пандус вас приводит к крыльцу. Но даже войти в школу вы не можете, потому что есть порог, есть тяжелая дверь на пружине и так далее. То есть пандус, который, вот опять же, да, без просвещения, без обучения, законодательно ввели необходимость этих пандусов, словами, там объект должен быть доступен, привел к тому, что, значит, сделали чисто символические пандусы. Я уже не говорю о том, что, смотрите, у вас в школе два этажа, три этажа, у вас в школе кругом пороги, в столовую не войти, туалет не оборудованный. То есть нет, это не приближает к инклюзии, потому что это было сделано неправильно и преждевременно, может быть. То есть, получается, здесь нужен, наверное, какой-то более комплексный подход с разных сторон. Да, и для начала он должен быть информационным. Для начала надо разобраться, зачем тебе этот пандус, чтобы это не было сделано. Ну, все, мы пандус поставили. Все, мы пандус поставили, да, у нас инклюзия. Татьяна, я знаю, что вы были в московской школе, где все приспособлено для детей, да, с разными заболеваниями. Расскажите, пожалуйста, как это называется, что там интересного есть. Сразу я поступила в организацию Всероссийского общества инвалидов, я попала на фестиваль лучших инклюзивных школ России. Он проходил в Москве. Там рассказывали практики все школы, в том числе победитель от нашей республики Коми был школа-детский сад 1, города Воркуты. Они ездили, показывали свою практику, программы, доступность их школы, сада. То есть у них, получается, в Воркуте вот в этом учреждении внедрена программа? Я сама там, конечно, не бывала, я бывала единственная. И посетили мы школу Ковчег, города Москвы. Там действительно школа адаптирована целиком, полностью под ребенка с инвалидностью. Там учатся все детки с инвалидностью и без. Там, начиная от пандуса, так называем, как говорится, да, от пандуса, и заходя, и в коридорах у них везде, как мы проходили по коридорам, на стенах везде висят картины. Делали эти детишки, которые учатся в этой школе. Это их творчество, их работы. Там, на их территории, у них даже есть некий такой зоопарк, Ковчег поэтому и называется. Там прям стоят вот эти вот, не знаю, как называется. Помещения для животных? Помещения для животных, да. И вот когда ребенку становится плохо, например, бывают детишки с расстройством аутистического спектра, у них бывает паника. И чтобы им расслабиться, их вводят вот в эти классы, и они там могут погладить животных. У них там есть козочки, вплоть до того, что они могут покататься на лошадях. Я вот никогда не знала, что у нас есть такие школы. У них даже есть там танки, ну вот стоят. Дети могут посмотреть, целиком полностью ознакомиться с историей вот этого танка, например, той же самой машины, вот эти Ковчеги, да, они могут посетить. А как вот отношения между детьми вы замечали, как они друг с другом общаются? Они с друг другом, мы, к сожалению, не попали на уроки, мы уже пошли уже после уроков, но мы попали на ИЗО-студию, там как раз проводилось для детей с расстройством аутистического спектра. Они когда проводят занятия, у них преподаватель, она даже, чтобы они не замыкали себе, бывает, что у них какой-то ступор, да, и они начинают петь песню. То есть они рисуют, и ребёнок расслабляется целиком и полностью. Ну вот получается, да. И у них ещё есть, что хорошо, у них есть в школе тьютеры. Тьютеры — это сопровождение ребёнка. То есть это какой-то человек? Это человек, да, это такая специальность в школе, сопровождающая ребёнка, особенного ребёнка от дома до, ну как, школы, и вплоть до того, что они вместе с учителем, например, учителем ИЗО, пишут программу, специально адаптированную под этого ребёнка. Вот, Ольга, получается, вот если коснуться, опять же, системы образования, это, наверное, сфера, которую больше всего придётся как-то менять вот под инклюзивное образование. И, может быть, что-то там ломать, я не знаю, что-то. Ну, как считают эксперты, менять её придётся. Да, её, конечно, не придётся там полностью взломать, зачистить, и что-то новое построить. Но туда, да, будут привнесены значительные изменения. Ну, получается, что в школах, наверное, должны появиться специальные педагоги с каким-то особенным, ну, с каким-то образованием, чтобы в случае чего правильно реагировать на действия ребёнка. Или это обычный педагог может пройти, допустим, какие-то курсы, чтобы знать, что в классе у него есть такие дети и такие? Вообще, да, повышать квалификацию педагогов и дополнять их знания ещё каким-то придётся, конечно, да. Но и потом инклюзия – это же не обязательно, когда все дети сидят в одном классе. Это может быть микрогруппа, которая обучается отдельно. Тут весь вопрос ведь в том, как изобретательно и гибко подойти к тому, чтобы ребёнок тем или иным способом таки получил образование. Но то, что придётся квалификацию повышать – это правда. Татьяна, сколько у нас, вот можно какую-то статистику привести? Сколько у нас детей в республике, которые как раз бы могли стать участниками вот инклюзивной программы образования, которые, может быть, сейчас дома занимаются индивидуально или вообще не занимаются? Да, у нас некоторые детки, как сказать, по оснащению школы не все могут принять, например, ребёнка с ДЦП или ребёнка, которому нужен вертикализатор, потому что это всё идёт от финансирования. Но по данным пенсионного фонда, на территории республики Коми, по-моему, более 7 тысяч детей, особых детей, которые имеют право на образование, начиная от садика и заканчивая высшими учебными заведениями. Но вот вы начали говорить про Воркуту. Получается, что где-то уже есть такие примеры положительные? Есть. Но вот в Воркуте у нас есть, здесь 26-я школа, которая тоже уже в этой школе учатся детки особо. Есть у нас 18-я школа, где учатся детки слабовидящие и слепые. То есть примеры уже... А как они себя показывают? Какие-то есть эмоции от родителей, от учеников? Или пока ещё это только, может быть, на начальной стадии где-то? Не посещала эти школы пока ещё? На самом деле, я очень часто пишу об этих детях, об этих родителях. И вот те родители, которые таки на это отважились, никто не пожалел. Вот это я могу сказать точно. Они очень рады, что таки удалось добиться. Хотя тоже невозможно не затронуть тот факт, что добиваться пришлось тяжело. Вот, кстати, можно некоторые статьи прочитать в газете, которую вы издаёте. «Рядом» называется она. Где можно найти, кстати, издание? Так, вот смотрите. Вот, кстати, сентябрьский номер у нас в честь нового учебного года целиком посвящён инклюзии. Инклюзивная тема проскакивает, в общем, во всех остальных номерах. Где можно взять? Мы её распространяем по организациям ВАИ в районах КОМИ. Можно взять ЮНО Петрозаводской, 19 у нас в городе. Если какая-то организация, например, КРИРО или ПМПК, кто-то запрашивает экземпляры, мы тоже туда развозим. И, конечно же, получают все участники наших мероприятий. А в региональное отделение общества инвалидов обращаются родители, которые говорят, что вот я бы хотел, чтобы мой ребёнок пошёл в школу, получал образование. Есть такие примеры тоже? В моём случае примеров не было, потому что у нас есть подразделение, называется «Журавлик». «Рассиди журавлик» – это ассоциация родителей и детей с особенностями. Катерина Данилова, она тут была на эфире, руководит. Они обычно отправляются туда, вот как бы минуя непосредственно, например, к РОВАИ. То есть если желание у родителей возникло, то он может обратиться? Да, конечно, в «Журавлик». А как вот обстоят дела, допустим, у наших соседей в Европе с этим делом, с инклюзивным образованием вообще, а с тем, что человек социализируется, становится, не сидит дома там в интернете, а полноценно, пусть даже может на коляске куда-то может выбраться, или с другими заболеваниями? Вы знаете, а там тоже не всё понятно, потому что инклюзивное образование – это вообще инклюзия, это такая сфера, которую нельзя сказать, что всё, мы решили эту проблему, точка. Это бесконечный поиск решения всё новых и новых, каких-то не проблем. Нет, там просто они задачи. Там у них возникают задачи, они решают их на уровне задачи. Вот там неслышащие или невидящие – это задача. А у нас всё ещё на уровне решения проблем, и это вот прям ключевая разница. То есть, получается, нужно поменять какой-то подход, может быть, да, к этому? Общественность. Возможно, возможно, да. Для начала, что это не проблема, для начала, что это задача. Решаемая задача. И есть технологии это решение, есть уже ответы на эти вопросы. Татьяна, ну вот вы когда были на этом фестивале в Москве, видели школу, вам, может быть, тоже захотелось что-то привнести в республику? Вы, может быть, тоже подумали, вот бы нам бы такое… Вот бы нам такую школу, как Ковчег. Мне кажется, да, для начала нам нужно создать здесь хотя бы ресурсные классы, ресурсные центры, чтобы… Вот я говорю, если, например, в школе появился ребёнок, который… Сейчас скажу, я сама работала в 27-й школе, а у меня был такой ученик, который после травмы не мог сидеть за партой. Он обучался на дому, я ходила к нему, он мог либо стоять, либо, ну, сидеть, ну, лежать, сидеть он не мог. И когда я к нему приходила, он ложился на диван, и мы с ним занимались, ну, я математику преподавала. Сейчас такому ребёнку можно будет посещать школу, потому что есть такое оборудование, как вертикализатор. Он приходит, то есть простоять 6 часов он априори не сможет, а есть такой вертикализатор, ребёнок ложится к плашмяну и занимается как за партой. То есть не будет ребёнок такой сидеть дома. Ну, получается, опять же, затраты на оборудование. А, затраты на оборудование, да. Ну, а с другой стороны, ведь это не настолько массовое явление, дети, например, с повреждённым позвоночником. Их не настолько много, чтобы вот убить на этот там... То есть, по сути, это не 30 парт купить, конечно, понятно. Да, это не 30 вертикализаторов, но да, это деньги. Это правда деньги. Ну, вот, получается, здесь финансирование должно честное рынок есть. Скорее всего, со стороны государства должно идти финансирование, наверное. Ну, а откуда же оно ещё-то возьмётся? Конечно, но прежде чем оно пройдёт со стороны государства, должна быть воля, что мы хотим, чтобы в нашем регионе было всё вот так. И у нас на самом деле есть регионы, в которых, ну, где-то совсем плохо, где-то получше и так далее. И всё зависит именно от политической воли региона. Потому что, пожалуйста, московские эксперты всё приедут, обучат, всё покажут. Но вот это решение, оно должно идти сверху. Как-то я вот общалась с одним из экспертов, и она сказала, что снизу инклюзию не сделать, забудьте, как страшный сон. Но подтолкнуть, опять же, вот этим вот информированием к тому, что верх захочет эту инклюзию, можно. Будем надеяться. Есть у нас телефонный звонок. Добрый день. Здравствуйте. Мы вас слушаем, говорите. Я вот хотел вам что-то предложить, чтобы, вместо того, чтобы вот этих детей в школах, в начальных, в классах и вообще в детских садиках нагружать очень много не нужно, вместо этого надо желать. Родители в этих домах учились больше прощать, больше любить, чем дачу дать. Сегодня, чем 80% продукции, уверен, что... К сожалению, очень плохо было слышно, но я так понимаю, что... Я не поняла содержание. Вот если бы я хоть чуть-чуть его... Вот сейчас кого-то услышала, коллеги. Я не поняла. Возможно, что-то, я так понимаю, про домашнее обучение тоже говорилось, видимо. У нас, наверное, еще много людей, которые как-то занимаются обучением своих детей на дому, да, у кого-то? Есть такие примеры, наверное, или... Ну, да, конечно. Да, вопрос-то в том, что эти дети не обязательно при наличии нужных знаний и нужных технологий не обязательно должны заниматься на дому. И даже лучше, если будет это в коллекции. Это намного лучше, и вариант того или иного посещения класса, вот хоть в каких-то объемах, он все равно будет лучше, и такая возможность есть. Вот в чем все дело. А они продолжают заниматься на дому. То есть надо выводить ребенка в общество? Ну, это, конечно, хорошо сказать, надо выводить ребенка в общество, но, опять же, нужно знать, как выводить ребенка в общество. Нужно, чтобы школа знала, какая нагрузка положена, какая программа положена, какая система определения особенностей должна работать. Потому что, если в Москве, например, все это работает с 2016 года, то про нас так, ну, не скажешь. А есть, ну, наверняка, вот регионы пионеры, это, конечно же, Москва, наверное, Петербург. Кто-то еще вот можно перечислить таким лидером по инклюзии? Вот сейчас не могу, вот сейчас не могу воспроизвести, кто еще был бы лидером. Ну, если, допустим, от одного до десяти взять шкалу и оценить готовность республики Коми к внедрению, к инклюзии вообще в образование. Ну, это, наверное, может сделать только эксперт. Это, наверное, может сделать только эксперт. Ну, Татьяна, можешь что-то сказать по этому поводу? Или пока у нас еще не все готово, может быть, попадать? Да, дело в том, что пока и обследование такого вот тотального прям не проходило. Я знаю, что у нас есть общественные некоммерческие организации, они вот на проектной основе занимаются обследованием школ. Но каковы результаты, я, по крайней мере, результаты или не видела, или не знаю. Вернемся давайте к университету инклюзии. Семинары два прошли. Прошли уже, были ли еще какие-то мастер-классы и что планируется дальше? Вот смотрите, прошел у нас семинар по работе с ребенком с расстройством аутистического спектра. Это было в основном для родителей и педагогов. Прошел у нас семинар именно по тому, как в школе внедрять инклюзии, правовые, нормативные основы всего этого дела. Дальше у нас будет, ну как бы уже первого числа, это получается завтра же, да? Завтра у нас будет еще один касающийся инклюзии. Это будет форум Республика Коми без барьеров. Это первый республиканский форум по доступной среде. Там будет очень много людей, которые могут именно сверху повлиять на всю эту историю. И дальше мы сейчас ведем наборно уже на группу жестовый русский язык. Вот. И на семинары по расстройству аутистического спектра мы также, если что, куда смотреть, набираем людей. А где можно найти информацию? Возможно, наверное, есть в социальных сетях страничка какая-то или телефон, по которому можно позвонить, узнать информацию. Да, да. Смотрите, можно выйти на нас, набив в интернете «Мы рядом Коми», и вы пойдете на сайт. Можно набрать КРО «ВАИ» в интернете. Вы пойдете на нашу соцстраничку. Я, например, там постоянно дежурю. Я отвечаю всем. Я знаю, что мне там до девяти, до десяти вечера люди пишут. Такое всякое бывает. Вот. Можно выйти на организацию инвалидов, на республиканскую именно, по телефону еще как-то. Ну, в общем, способов нас найти тысячи человек. Было бы желание только. Да, да. И сегодня мы говорим об инклюзии. Это значит, что люди, у которых есть особенности развития, начиная, в том числе, в первую очередь, дети, могут вместе со всеми людьми жить одинаково, общаться, учиться, что самое главное. Этот проект, университет инклюзии, сейчас начинает свою работу в нашей республике. Очень хочется, чтобы он развивался. Но у нас уже есть примеры инклюзивного образования. Вот, например, уроки инклюзивной физкультуры. Я знаю, что у нас такие проводятся. Татьяна, вы сможете рассказать, да? Что это из себя представляет? Ну так, теоретически могу рассказать. Да, у нас участвуют по республике Коми пока пять школ. Это в Удорском районе. У нас в Соктовкаре сороковая школа. Дом-интернат номер три Эшвенского района. Восемнадцатая школа. И еще кого-то, я забыла. И еще какие-то, скажем так, школы. Да, у нас пять школ участвуют в проекте «Спортмести» по-настоящему. Это, опять же, изобретение «Рои и перспективы» город Москва. По тому, как можно уроки физкультуры адаптировать для всех. В том числе для особых людей. Вот, например, есть такая увлекательная игра «Боча». Это как раз, знаете, да? Это было создано для детишек, которые находятся в инвалидном кресле. Которые могут не функционировать ноги, но, соответственно, у них и функционируют руки. Потом голбол есть для слепых людей. Это с звенящим, с звенящим мечом у нас есть. Волейбол, сидя. Все, любая физкультура, мне кажется, любой вид занятий можно адаптировать под человека с инвалидностью. Ну, если даже люди на колясках танцуют, бальные танки. Да, сейчас переходим к футболу. Уже раздаем оборудование для инклюзивного футбола. Это хорошо. То есть, получается, но это только уроки физкультуры, да, получается? Это пока только уроки физкультуры, да. Но уже вот эти уроки физкультуры, например, выявляют о том, что у нас, у педагогов, есть некие информационные пробелы. Мы, конечно, эти пробелы мониторим и смотрим, как будем заполнять их информацией. Вот, кстати, по поводу информации. Как еще вы можете, допустим, просвещать людей, информировать их о том, что рядом с нами живут такие же люди, просто у них есть определенные особенности? Ну, во-первых, вот уже сказали, что это наша газета, это единственная газета по инвалидности в КОМе. В принципе, ее может получать каждый. Во-вторых, у нас работает сайт mariadom.ru. Этот сайт, я знаю, что он читаем многими регионами, и Москвой в том числе он читаем. Вот, у нас есть страничка в соцсетях. Мы выпускаем регулярно баннеры, которые мотивируют и напоминают об этом. А у нас есть продукция полиграфическая, которую мы тоже везде раздаем, распространяем. Но самое главное – это вот то, к чему мы приступили сейчас. Это вот реальное обучение, когда будут проходить мастер-классы, консультации. Сейчас мы пока делаем точечные семинары. Но вполне возможно, что рано или поздно, я думаю, что это произойдет, мы придем к образовательным программам. То есть это будет, допустим, в течение месяца или недели. Да, когда будет переквалификация происходить серьезная, когда и сертификат будет тоже представлять собой немалую ценность. И вот еще с Татьяной мы тоже обсуждали перед эфиром, сидели, что вот пришла прямо свежая идея в голову, отчего это мы занимаемся только педагогами, а не начать ли нам проводить и тоже обучающие, и информирующие семинары по возможности трудоустройства. Потому что человек, который получил образование, это еще не все. Ты попробуй-ка найди работу. А вот можем мы говорить сейчас о следующем этапе развития университета инклюзии? Какие вот пока что близлежащие планы? Ну, близлежащие планы – это как раз форум по доступности. Это то, что вас требует... Ну, вообще, самый ближайший план... Вообще, мы раздаем такие специальные листочки, флэрочки на семинарах, в которых есть одна такая колоночка, которая представляет собой, какие темы вас интересуют. И сейчас идет сбор именно такой маркетинговый. То есть, где у нас белые пятна, где у нас такая жажда напиться вот этой информации, где у нас... Ну, то есть, куда мы должны прийти, в какую тему в итоге. И нужно будет проанализировать и посмотреть, что действительно требуется. Вот. И потом у нас будет этап... Для начала это просто эксперты приезжают и просто рассказывают. А практики, инклюзивные практики, ну, это потом вслед за этим. Эксперты, наверное, нужны как раз, чтобы запомнить какой-то вот этот вакуум информационный, да, чтобы люди могли ориентироваться хотя бы в информации? Да, конечно, потому что, ну, когда представление о чем-то слабое, это еще ладно. Но когда представление о чем-то перевернутое, вот тогда начинаются на самом деле проблемы. Поэтому без вот этого первого этапа, давайте вам еще расскажем, что это такое, ну, никуда не придем. Татьяна, как вы думаете, будет ли с вашей стороны продолжено сотрудничество вот с «Перспективой» с Москвой? Да, будет. Сотрудничество уже более... Сейчас «Перспективе» как раз празднуют свои 20-летия. «Перспективы» мы их поздравляем и надеемся на дальнейшее сотрудничество. «Перспектива» — это одна из тех организаций, которые целиком и полностью, как сказать, интересы инвалидов, которые... Представляют. Представляют интересы инвалидов, которые... Ну, в общем-то, они занимаются улучшением качества жизни людей с инвалидностью, даже и название такой, «Перспектива». Да, вот, пожалуйста, у вас в жизни... Ведь самое главное, человек в жизни что, увидеть горизонт. Вот когда ты его не видишь, то ты, конечно, несчастный. А вот когда ты этот горизонт, то есть «Перспектива» увидел, что тебе есть куда двигаться дальше, и не просто есть куда, но и дорога туда асфальтирована, а не вот такая вот колья безобразная, то и жизнь становится проще. И на самом деле сейчас заявки на образование, они начались от очень-очень многих категорий особенностей, от которых раньше их не поступало. То есть сейчас образовываться хотя бы на уровне я хочу научиться рисовать, я никогда не поступлю в художественную школу, но я пройду курсы художественной, не знаю, там, мастерской какой-то, и буду художником, и я буду рисовать картины, я буду самореализовываться, я буду эти картины продавать. Вот такие вот пути, поиск вот таких вот путей, он происходит сейчас много где, во многих сферах. Ну я желаю, чтобы университет инклюзии, все направления вашей деятельности в этом направлении тоже, чтобы они имели успех, чтобы люди действительно, которые растут, у которых есть свои особенности развития, у которых, может быть, не могут выйти дома или стесняться, чтобы они действительно и мы тоже научились их принимать и понимать их, и с их стороны тоже, чтобы все было у них тоже хорошо. Спасибо вам большое за вашу работу, желаю успехов. Друзья, с вами мы не прощаемся, напоминаю, что посредством функции управления и просмотром IP-телевидения Ростелекома вы можете пересмотреть эфир рабочего полдня или посмотреть записи всех эфиров на сайте телекомпании yurgan.rf. Здоровья вам и всего самого хорошего. До свидания. Продолжение следует...